Олег Алексеев стал легендой бурятской борьбы и, как многие говорят, прорубил окно в Европу. 96 спортсменов, 5 регионов России и 2 дня зрелищной борьбы. Так прошел турнир в памяти одного из самых именитых борцов Бурятии. Я хочу пожелать молодым ребятам успешного сорта, взять больших весот. Хотелось бы объективного судейства. Надеюсь, что все это будет. Коллеги по ковру и друзья по жизни пришли почтить память Олега Алексеева и посмотреть на будущих чемпионов. Он был всегда лидером во всем. Очень жизнерадостный и надежный. Хороший друг, товарищ. И вообще, конечно, потрясает человек с Улуса, с деревни Суфид Булгарского района Иркутской области, сделал такую сокрушительную карьеру в спорте. До этого турнир проходил в 2019 и в 2021 году. То есть соревнования проводятся раз в два года. Этот турнир был приурочен к 70-летию Олега Алексеева. Он был первым чемпионом России, первым чемпионом Европы и первым из Бурятии чемпионом, мастером международного класса. И вот сегодня проходят турниры его памяти. По итогам турнира Бурятия забрала 7 первых мест из 10 весовых категорий. На моем поединке я встретился со своим другом, с братом, с которым уже встречался не раз. Ну так сложилось, что я выиграл 10-0. Да, я здесь участвую первый раз, мне очень приятно выиграть первый раз. В прошлом году я не боролся, так как был в армии. Как наших борцов оцениваете? Неплохие ребята. Надо вместе тренироваться, чаще бороться вместе, чтобы набирали. Как давно вы в борьбе? Я с 6 лет тренируюсь, мне 18 лет. Тренер, отец, отец тренируется. Так как наш турнир является всероссийским и находится в едином календаре Минспорта России, значит, в течение трех лет нужно выиграть два таких турнира, чтобы стать мастером спорта. И победители сегодняшних соревнований уже сделали половину дела. Также во время церемонии награждения вручили спецприз. Лучший борец турнира от семьи Олега Алексеева. Его присудили Тамиру Ишинемаеву, победителю в весовой категории до 70 килограмм. Диана Левина, Нема Роднаев, программа «Вместе», телеканал «Мир Байкал». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова